Первая картина, которая встречает посетителей при входе, называется «Три розы». Посмотрите, они как будто бы живы, в принципе, как и все, что изображает художник на своих полотнах. Говорят, на детях гениев природа отдыхает, но не в этом случае. Сын большого мастера живописи Николая Ивановича Андреяки Сергей не просто пошел по стопам отца, он стал достойным его учеником. Картины, представленные на экспозиции, показывают всю разноплановость творчества художника, основателя Академии акварели и изящных искусств, с которой историко-культурный центр имеет давнюю дружбу. Сегодня мы получили возможность уникального, на мой взгляд, не выезжая за пределы города, посмотреть работу великого мастера. Я здесь прошел пораньше, ходил, смотрел, я хочу сказать, цветы вообще впечатляют. Это ветка сирени, это вот картенки, вот дети. Букет желто-розовых роз впечатлил и юную художницу Ксюшу Касьянову, которая стремится достичь такого же мастерства, как и автор выставки. Можно научиться такое подобие иллюзии, то есть, когда приходишь к картине близко, там все непонятно, а когда отходишь, то уже прям какая-то красивая-красивая картина. Ощущение полное, что там трава, листья, все это прописано. Но на самом деле, стоит нам подойти ближе на наше допустимое расстояние, мы увидим с вами, что там не прописано. Педагог Винновской детской школы искусств Ксения Миронова старается не пропускать такие выставки. Именно они, говорит, становятся для ее учеников лучшим уроком живописи. Для нас всегда выставки Сергея Николаевича Андреяки и его школы – огромный подарок. Технически он, в общем-то, ну, совершенен в акварели, поэтому мы не устаем учиться у него, не устаем рассматривать его работу. Куратор выставки Марианна Ананьева провела для гостей экскурсию. Особое внимание уделяя художественным особенностям и авторским приемам Сергея Андреяки. Наблюдала за ребятами, очень они интересуются. Я их даже спросила, как можно передать белый цвет, не используя его, они совершенно правильно ответили. Организаторы выставки «Полотин Сергея Андреяки» приглашают видновчан и гостей города своими глазами увидеть работы мастера изящных искусств. Ведь продлится экспозиция недолго – до 23 октября. Спешите увидеть лес, шелестящий листвой, водопад, низвергающийся с высоты бурным потоком, и цветы, которые и правда пахнут. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова